Доброго времени суток, меня зовут Сергей и сегодняшнюю серию видеороликов мы решили посвятить моим приспособлениям. После операции уже прошло полгода и за эти полгода государство мне так и не обеспечило протез. Звонил недели две назад тому, решение не принято. И давайте сегодня начнем с самого первого приспособления, которое придумала моя супруга. Это те, кто смотрел первый видеоролик, знают, что мне провели ампутацию плеча. И вот это первое приспособление как раз мы сегодня и рассмотрим. Оно дает такой фальш плечом. Это мне надо для того, чтобы на мне висели куртки, рубашки. Выглядит оно вот таким образом. Устройство не хитрое. Это устройство приспособлено для людей, у которых перелом плеча, руки. Оно дает ататор. Выглядит на мне оно соответственно вот таким вот образом. Так скажем, это устройство состоит из доработки паровона и маленькой смекалки. Одевается оно вот таким вот образом. Таким образом, внутрь вставлен паровон, обычный полтовой паровон, продается в магазинах. И, чтобы это дело не пачкалось, не потело ничего, здесь сменный картридж в виде носового платка. Удобство из этого, что оно имеет, не знаю, что зафиксирует, видеокамера не зафиксирует, имеют сеточки, отверстия, чтобы воздух проходил, особо не потеет. Одевается оно у меня таким вот образом. Закидываю. И, в принципе, не знаю, как будет выглядеть на мне протез, но эта штучка, скажем так, она более для меня подходит. Так как она имеет легкий вес, удобно, как я одеваю рубашку. Так, вот так вот это все выглядит на мне. Так. Ну, вот так вот выглядит процесс одежды. Все, он включил меня. Так, все, я все забыл. Доброго времени суток. Меня зовут Сергей. А что ты бегаешь? Я суток начинал. Подожди.